Игорь Георгиевич Фамилия Косарь, я доверенное лицо этого кандидата в депутаты Говорю, почему этого, потому что он выдохся немножко Нужен еще опыт, но мы его наработаем с вами Значит, спасибо вам за то, что вы сегодня пришли на эту встречу Хотя, конечно, мы ожидали, что прежде всего жизнедорожники Ну, наверное, те, которые свободны и не на работе, придут сюда Для чего? Для того, чтобы послушать своего товарища Давайте немножечко поговорим о том, что предстоящие выборы Это выборы между трудом и капиталом Вот сегодня мы вам представили кандидатуру рабочего Высоквалифицированного рабочего, имеющего высшее образование Но он рабочий, он зарабатывает на жизнь своим трудом И вам это доказывать не нужно И кто против него идет? Идет капитал Ну, например, для вас является большим секретом, что Гражданин Надоша, Олег, который был депутатом два срока Идет на третий срок, он миллионер Известно вам? Известно Хорошо Вам известно то, что сегодня мы имеем вместе с Москальцом 11 кандидатов? Известно Сегодня по части Кременчугского округа Это молодежный Комсомольский, Кременчугский район Идет миллиардер Живаго Это хозяин нынешнего нашего городского головы Бабаева Который тоже, кстати, не очень бедный Судя по тем транспарантам и плакатам, которые он лепит в городе направо и налево Поэтому, ну, это одна из наших попыток показать рабочему городу, а город у нас остался промышленным, в отличие от города Харькова, который развалили, разбомбили всю промышленность этого большого города Что рабочий может и должен представлять интересы города в Верховной Раде Теперь давайте поговорим о партиях 22 партии У вас будет два бюллетеня Один бюллетень Вы будете голосовать или не голосовать за партии Их 22 штуки Вы должны выбрать какую-то одну И второй бюллетень это выборы по мажоритарному округу, где будет баллотироваться 11 человек Из них москалец в том числе Так вот, хотел бы вам сказать, что сегодняшние партии в моем понимании, я надеюсь, что вы меня поддержите в этом Не могут сегодня рассчитывать на поддержку простого народа Почему? Потому что сегодня в этих партиях всех, я подчеркиваю, без исключения я Все, которые заплатили по 2 с лишним миллиона гривен для участия в выборах Это партии, в которых сидят миллионеры и миллиардеры Я не говорю уже о партии регионов В свое время, два года тому назад, я являлся секретом городского комитета Компартии Украины Из которой я вышел, только потому, что я не хочу работать вместе с приспособленцами Так вот, сегодня на нас идет толпа воров, жуликов и политических шлюх И я считаю, что каждый гражданин нашей страны на выборах Верховную Раду по партийным спискам Просто-напросто должен зачеркнуть не одну партию, а несколько партий Дабы сделать этот бюллетень недействительным Нет никакой необходимости сегодня ни одной партии Верховной Раде представлять интересы народа Они представляют интересы той узкой прослойки населения, которое успело, как говорил Сергей На своем выступлении, нахапать миллионы и миллиарды И не обязательно гражданину Надоши, например, быть народным депутатом Украины Еще нового созыва, чтобы потом еще ездить на Аляску ловить рыбу Вы можете себе представить? Защитник нашего города, Верховной Раде, любит мотаться на Аляску в США ловить рыбу Это туда минимум 8-10 часов, а то и 12 часов лета на самолете И обратно Зачем нужны нам такие народные депутаты? Скажите мне, ответьте Нужны ли вам такие народные депутаты? Не нужны, спасибо вам большое Вот поэтому идет сегодня борьба между денежным мешком и рабочими руками И от вас во многом зависит, кого вы поддержите Да, москалец не будет раздавать мороженое, как мы сегодня говорили Гречку китайскую и прочую требедень Он не будет ремонтировать двери в подъездах Это задача частных жеков, которые курируют городской голова Это их задача, пусть работают Москалец должен заниматься тем, чтобы пробивать ваши интересы Он вам уже рассказывал о том, как сегодня простому человеку Я уже не говорю о том, чтобы двери отремонтировать в подъезде Что-то сделать, а просто-напросто бороться с этой властью Поэтому я надеюсь, что вы нас поддержите Спасибо